Жизнь в квартире на социалистической давно превратилась в ночной кошмар наяву. Всему виной алкоголь. Пьет сын, страдает мать. Хотя еще 10 лет назад мужчина занимался футболом и грезил большим спортом. Но свернул на кривую дорожку. Сейчас ни друзей, ни работы. Когда пьяный, особенно когда утром подсеркнется, ему нужно деньги, давай деньги, давай все. Можно и ломать, можно стучать ногами, руками бить, все. Ну, проснулся, пошел на точку. Как можно точки эти, я не знаю, все выносить, все. Все на точки. В таких историях, как правило, один и тот же сценарий. Вещи пропадают, в квартире погром. Часто дело доходит и до рукоприкладства. Предотвратить беду – главная задача. Акция «Дом без насилия» охватила все уголки страны. Особое внимание семьям, где пострадали дети. Наибольшую угрозу отмечают специалисты, представляют безработные и те, кто ведет асоциальный образ жизни. Мы посещаем их, независимо, в любое время суток можем прийти. То есть днем, вечером, ближе в вечернее время, ночное время. Беседуем с ними, беседуем с членами их семьи, вызываем их на профилактические мероприятия. Если следы физического насилия – это порезы, побои и переломы, то психологического изменения личности, характера и самооценки – все это предпосылки к бытовым конфликтам. Чаще всего, как известно, страдают именно беззащитные. Тихий и спокойный район. Но так ли это на самом деле? По статистике, каждая четвертая женщина подвергается домашнему насилию. И это не только жены в списке мамы и сестры. Так что же происходит за закрытыми дверями? Желание защитить близкого человека порой только усугубляет ситуацию. Безнаказанность для абьюзера – хорошее подспорье. Если вы стали жертвой агрессора, звоните по номеру 102. Помните, в доме нет места насилию. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.